Во всех городах и районах республики с 10 октября готовятся к тренировке по оповещению и сбору людских ресурсов. Главная цель – отработка действий в случае стихийных бедствий, пожаров, техногенных катастроф и не только. Тренировка по сбору людских ресурсов 17 ноября. Надо же всем пойти консолидироваться и кому-то помочь или чему-то помочь, или выйти из какой-то беды. Каждый житель республики должен знать свои действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Считаю своим долгом прийти, хорошее мероприятие. В случае наводнений, землетрясений очень важно знать, как действовать, не растеряться. Представители Минобороны в сопровождении работников милиции вручают два вида документов оповещения. Повестка военно обязанным гражданам от 18 до 50 лет и пригласительные тем, кто на воинском учете уже не состоит, мужчинам в возрасте от 50 до 60. Большинство населения подходит ответственно к этому. Даже тех граждан, которых на момент проверки дома не находятся, передают соседи, как мы замечаем, близкие, родственники. Во всяком случае, обещают прийти в основном все. Тренировка состоится 17 ноября с 7 утра и до 13 часов дня. В республике этот день официально будет объявлен нерабочим. Место сбора указано в повестках и пригласительных. Мужчины освоят порядок сбора при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. Мероприятие позволит составить полную и реальную картину от численности мужской половины населения республики. Данный сбор людских ресурсов предполагается с одной целью. С целью организации борьбы с последствиями техногенных всевозможных чрезвычайных ситуаций. Поэтому гражданскому населению повода для волнения нет. Эта тренировка проводится впервые в республике. Конечно, для людей это может быть настораживающе действовать. Но хочу заверить все гражданское население, что эта тренировка разовая. Проведение тренировки инициировано президентом ПМР, главнокомандующим вооруженными силами Вадимом Красносельским. Призываем всех жителей республики проявить гражданскую позицию и прибыть 17 ноября к местам сбора.